Здравствуйте, уважаемые студенты! Сегодня у нас седьмая тема – контроль качества аудита. Контроль качества аудита включает в себя следующие вопросы. Это организация труда аудиторов в аудиторских фирмах. Второе – контроль качества работы аудиторской организации. Третье – контроль качества работы при проведении аудита. Четвертое – внутрифирменные аудиторские стандарты. Пятое – документирование аудита, формирование окончательного аудиторского файла. Международный стандарт аудита 230 – аудиторская документация. Аудиторская фирма состоит из профессиональных сотрудников. Согласно международного стандарта 220 – контроль качества аудиторской работы, профессиональные сотрудники по выполняемой функции в ходе аудита делятся на следующие категории. Аудитор – это аудитор, персонал, ассистенты аудитора. Аудитор – это лицо, несущее окончательную ответственность за аудит. Персонал – это все партнеры и профессиональный штат сотрудников, привлеченные к аудиторской деятельности фирмы. Ассистент аудитора – это сотрудники, привлеченные к проведению отдельного аудита и не являющиеся аудиторами. Аудиторская фирма – это партнеры фирмы или отдельный практикующий аудитор, предоставляющий аудиторские услуги. С точки зрения функции, выполняемой в коде аудита, можно выделить руководителя аудиторской фирмы, руководителя аудиторской проверки, старшего аудитора и рядовых участников аудиторских проверок. Руководитель аудиторской проверки – это сотрудник, который работает в этой аудиторской фирме для проведения аудиторской проверки конкретной организации. Данное лицо отвечает за организацию и текущий контроль работы с конкретной организацией, за процедуру планирования, за соответствие проводимого аудита и подготовленные по его результатам рабочей документации, стандартам аудиторской деятельности и внутрифирменным требованиям, за доведение до руководства аудиторной организации результатов проверки. Руководителем аудиторской проверки может быть только лицо, имеющее лицезию на право осуществления аудиторской деятельности. Старший аудитор отвечает за подготовку непосредственное осуществление и документальное оформление результатов аудиторских процедур, за организацию и контроль работы подотчетных и муридовых участников проверки. Старший аудитор является сотрудником аудиторской фирмы и он подотчетен руководителю аудиторской проверки. Рядовой участник Это сразу сотрудник, который подотчетен старшему аудитору или непосредственно руководителю аудиторской проверки. К рядовым аудиторам относятся аудиторы, помощники аудиторов, ассистенты, стажеры и прочие специалисты, не относящиеся к техническому персоналу, то есть некоторым недоверена самостоятельная работа без руководства старшего аудитора. Для того, чтобы проводимые аудиторскими фирмами аудиторские проверки полностью соответствовали нормативным документам, регулирующим аудиторскую деятельность, следует в каждой аудиторской фирме создавать и поддерживать внутрифирменную систему контроля качества работы. Система контроля качества работы аудиторской фирмы включает это соблюдение всеми сотрудниками аудиторской фирмы требований независимости, честности, объективности, конфиденциальности и профессиональной этики. Второе. Укомплектование аудиторской фирмы профессиональными сотрудниками, которые обладают соответствующими знаниями, умениями, навыками, необходимыми для качественного выполнения ими своих обязанностей. Третье. поручение аудиторских заданий профессиональным сотрудникам, квалификация которых соответствует особенностям этих заданий. Выполнение всех видов работ в ходе аудита на основе направляющих указаний текущего контроля и проверки выполненной работы таким образом, чтобы это отвечало необходимым требованиям качества. Пятое. Получение сотрудниками при недостатке знаний или опыта в конкретных ситуациях соответствующих консультации как внутри фирмы, так и на нее. Шестое. принятие необходимых мер в отношении сотрудников аудиторской фирмы в случаях невыполнения или ненадлежащего выполнения ими возложенных на них обязанностей. Политика и процедура контроля качества аудиторской фирмы нужно доводить до сведения каждого персонала фирмы таким образом, чтобы предоставить разумную уверенность в том, что эта политика и процедура понятны и применяются на практике. Каждый сотрудник аудиторской фирмы должен быть ознакомлен с основными принципами и процедурами системы контроля качества работы фирмы. руководитель аудиторской фирмы должен утвердить до начала аудита руководителя и старших аудиторов конкретной проверки и это не применено должно быть отражено в общем плане аудита. Руководитель проверки и старшие аудиторы должны проанализировать профессиональные способности рядовых участников проверки, спланировать работу, которая может быть им поручена и определить специфику и объем направляющих указаний текущего контроля и проверок выполненных работ. Руководитель аудиторской проверки поручая работу старшим аудиторам и рядовым участникам проверки должен иметь разумную степень уверенности в том, что исполнитель имеет значения, знания, умения и навыки, которые необходимы для ненадлежащего выполнения этой работы. Руководящие указания должны соответствовать общему плану аудита, включая расчеты затрат времени на проведение аудиторской проверки. Сотрудники аудиторской фирмы, которые осуществляют текущий контроль, должны выполнять следующие функции в ходе аудита. Проверять, имеют ли исполнительный достаточный объем знаний, умения и навык для осуществления порученного дела. Следующее. Проверять, усвоили ли исполнители поставленные с ними цели. И следующее. Выяснить, соответствует ли выполняемая работа общему плану аудита и программе аудита. То есть, они ни в коем случае не должны отходить от программы аудита. Внутренние стандарты аудита обеспечивают единый подход к аудиторской проверке в данной аудиторской фирме. Появляется возможность увеличить объем и повысить качество выполняемых работ. Больше привлекать для проведения проверок аудиторов-ассистентов усовершенствовать технологию аудита. Но стандарты не должны быть излишне детализированными, сдерживать инициативу аудитора, так как это может превратить аудит в механический сбор сведений, не подкрепленный профессиональным суждением. Учитывая высокую значимость в внутренних стандартах для экономического и общественного статуса фирмы, их содержание является коммерческой тайной. То есть, ребята, вы знаете, что при проведении аудита аудиторы пользуются международными стандартами аудита по определенной теме и внутренними стандартами аудита. Обычно они подписываются разработчиками и обязательно утверждаются руководителем аудиторской фирмы. Внутрифирменные стандарты могут быть объединены в три блока. Первое это структура аудиторской фирмы и технология организации ее деятельности. Второе документы по реализации требований законодательства и стандартов. Третье методики проведения проверок. Документы первого блока раскрывают специфику работы аудиторской фирмы, ее организационное устройство, принципы взаимоотношений с клиентами, структуру внутреннего контроля и внутренней отчетности, полномочия и должностные обязанности сотрудников, требования к уровню их образования, вопросы профессиональной этики и другие. Основу документации второго блока составляет перечень нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, состав первичных документов, регистров, аналитического и синтетического учета, третье, последовательность выполнения аудиторских процедур, и четвертое, вопросник-тесты для проведения операции на этапе планирования аудита. Следующее, методики, относящиеся к третьему блоку, разрабатываются по следующим направлениям. Это бухгалтерские методики по отдельным разделам бухгалтерского учета клиента. Юридические методики проверки правового обеспечения деятельности клиента. Здесь имеется в виду аудит учредительных документов и установленного уставного капитала, экспертиза хозяйственных договоров, анализ соблюдения налогового законодательства. Специальные методики проверки групп предприятий, которые обладают общими специальными признаками, здесь имеется в виду аудит субъектов малого предпринимательства, представительств объектов с иностранными инвестициями. Каждый из этих стандартов может содержать цели и задач проверки, программу аудита с указанием разделов и проверки, следующая нормативно-правовую документацию, следующая бухгалтерскую, бухгалтерские и другие документы клиента, там имеется в виду финансовая отчетность, регистры, первичные документы и так далее. Классификатор возможных нарушений по данному участку учета, то есть вопросники или тесты для проведения опросов, допустим, на этапе планирования аудита, перечень каких-либо аудиторских процедур при проверке данного участка. Последовательность выполнения аудиторских процедур, разработанные формы рабочих документов аудитора, наличие внутренних аудиторских стандартов позволяет также осуществлять эффективный внутренний контроль деятельности аудиторской фирмы и ее сотрудников. И какие мы можем сделать выводы по сегодняшней теме? Таким образом, аудиторская фирма в своем составе имеет различных работников. Руководителя фирмы, руководителя аудиторской группы, старшего аудитора, аудитора полста и ассистента аудитора. Качество аудиторской деятельности должно контролироваться и для этого предусмотрен международный стандарт аудита 220-й контроль качества аудиторской работы. Чтобы аудиторская проверка соответствовала нормативным документам, в каждой аудиторской фирме создаются и поддерживаются внутрифирменная система контроля качества. На сегодня все. Спасибо за внимание. субтитры